Привет, мои дорогие! Добрый день! Солнышко светит, 17 мороза, но ветра нет, очень хорошо. Вот, а я отправляюсь в путь. До обед дома просидела, но пока не просидела, пока то-да-сё-да, пока видео выложила вчерашнее. А и Танюшка сегодня не уезжала на работу, сидит в горшочке, мозаикой делает. Вот, просидели, проболтали. Вот, а что хочу? Хочу ещё раз съездить в Леонардо. Мало того, просили показать повнимательнее всё это дело, и хочу я купить парочку молдов. Заказала я на Алиэкспрессе, но когда они придут, долгая история. У меня же руки-то чешутся. Да и вам показать. Так что, отправляюсь. Как-то стало всё сетевое. Да, сетевые магазины, сетевые отели. Мы вот в таком и в Питере жили, и в Норвегии. Всё как-то одинаково везде. Опять лесенки. Ну, почищены. Снегу сколько. Всякого и деревянного. И стульчики, и розочки. Всякого, всякого. Такие у меня? Канальчик. Вот, смотрите, да. Вот такая полоска. Часы какие интересные. Там в карточке ещё есть, видите? Ага, сейчас я посмотрю. Ну, они все на батарейках. Ну, понятно. Понятно. А будильников-то сколько. Такие по 1200-1300. Я бы, конечно, их разобрала и чего-нибудь сделала из них другое. Но везти мне всякой мелочёвки, как всегда в таких магазинах. Ну, ладно, пойду дальше. Чё, ребят, замёрзли под снегом. Миленькие мои. Миленькие мои. Вот иду. Тут магазин художник. Интересно, работает он, нет? Тут всякие магазинчики. Ну, как всегда. Работает. Ой, как приятно встретить старых знакомых. Прямо когда тебя узнают, и говорят, Любочка, здравствуйте. Ну, что, да? Вот то, что открыли Леонардо. Девочки, конечно, жалуются. Конкуренция. Продажи упали. Зарплаты упали. Смеётся. Говорит, для чего на работу хожу? Так, для своего удовольствия. Вот. Ну, я дойду ещё. До Леонардо тут недалеко. Хотя уже я три молда купила. Ну, дойду, раз обещала поснимать. Надо дойти. Вот, кстати, спрашивали, какая зарплата в Мурманске. Кондуктор от 30 тысяч. Слесарь-электрик от 36. Слесарь по ремонту. Подвижного состава от 30. Аккумуляторчик. 34 с половиной. Фельдшер-сестра от 40. Слесарь-электрик от 36. Следующая остановка. Проспект. Ну, в общем, короче, не пошла я. У меня упал кошелёк. Я за нём нагнулась. И у меня разошлась меня на куртке. Ну, куда идти? Она сейчас у меня вообще разойдёт всё, что я буду делать. Тогда, смотрите. Кошмар. Какая-то непруха. О, в октябре было. Тут ещё такого не было. Уже вон. Достраивают. Вот, видно, вам нет, вот, как транспорт ходит. Вот, минуты. Видите? Один за другим. Птички как щебечут. Слышно вам? Обалдеть. Везде тихо, а тут прям. Видно вам охранника вот такого в окошке? Вот их батюшки мои. Махонька. А голос-то какой серьёзный. Махонька. Да. Прям всем собакам собака. А почему вот молния разошлась, когда нагнулась? Да потому что никак что-то не худеется. Вот, девчонки, с осени я же не ем ни сладкого, ни сахара. Хлеба практически не ем. Ни риса, ни макарон. Ой, если картошки там уж вот мальчишкам жарила, ну, чуть-чуть вот. Так всё, овощи, да овощи. И всё равно не худеется. Всё в обтяжку. Не знаю, вот. Сестра у меня, Марина, вот она похудела на 20 килограмм. Я тоже так же стараюсь есть понемножку, часто, понемножку. В общем, практически голодная хожу. И всё равно не худею. Вот в Питер приехала, была похудевшая на полтора килограмма. Вот пока за Новый год, вроде бы чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и опять их набрала. И всё, и больше не худеется. Не знаю, прям, что делать. Так, Танюшка, видно, уехала. Машины нет. И пожаловаться некому, что с курткой произошло. Вот только вам. Сейчас, ладно, посмотрим. Может, можно её сделать. Какие кусты. Ну что, вот я купила три молда с ключиками вот такой и со всякими бабочками, божьими коровками и насекомыми. Вот. И сделала оттиски. Но все мои мучения с этими оттисками я вам покажу отдельно. Надо, конечно, руку набить. Вот. Вот эти вот ключи очень плохо выходят. Вот такие вот тоненькие вот эти детальки. Вот я решила его оставить немножко подсушить. А потом попробовать вытащить. Ну, а что делать? Надо учиться. А, и купил мне вот таких такие гитары. Ну, опять же, для декора пригодятся. Ну, вот и вечер уже, зайки мои. Сейчас Сашу приведут из садика. Ой, не помню. Говорила вам, нет? Завтра родители улетают опять в Питер по делам. До понедельника или до вторника. Не знаю, как получится. Вот. Я остаюсь с мальчишками опять. Ну, а что, надо пользоваться, пока я тут. так что, все идет своим чередом, потихонечку. Лазю по магазинам, подкупаю то, чего нет у нас в Черноморском, а заодно и гуляю. Чего и вам желаю, мои золотые. Чтоб была возможность ходить по магазинам за необходимыми вам вещами. Чтоб сильно не уставали. Чтоб радовались жизни по возможности. Ждем весну. Надеюсь, что холода пройдут. Я вернусь в Черноморск, когда уже будет теплей. Пока там тоже холодно. Вот. Так что, мои хорошие, я с вами прощаюсь. До завтра. Пусть все у вас будет хорошо. Не грустите, не болейте. В общем, пусть все будет хорошо. Ладно? Все, мои золотые. Я вас обнимаю, целую. Пока-пока. Комментарии читаю. Но читаю в этот день, когда выходит видео. Потом уже я не возвращаюсь, потому что у меня просто нет, девчонки, времени. Так что, вы уж меня извините, если там кому-то не ответила. Ну, пишите вы не так много. Хотелось бы, конечно, побольше. Но первый день, когда выходит видео, ну, маловато. Ну, что сделаешь? Значит, не трогает мое видео. Если вы не ставите лайки и не пишите комментарии. Значит, сама виновата. Ну, ладно. Все хорошо. Все хорошо. И пусть все дальше будет хорошо. Все, мои дорогие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok